Здравствуйте, уважаемые посетители сайта Portable Games SPB.ru и зрители нашего видеоканала. Меня зовут Мария. Сегодня я предлагаю вам видеообзор портативной игровой консоли IQ Smile Advance. Эту модель выпустила компания Kudas. На самом деле она является очередным клоном китайской игровой консоли GXDS-601. И в отношении железа ее характеристики полностью совпадают с моделями с Magia US Mart Android A480 и ExecueNet. Но несмотря на внешнее и внутреннее сходство, отличия от конкурентов у этой модели все же есть. Модель выпускается в двух вариантах цвета. Черный и вот такой вот насыщенный синий цвет. Очень красивый. В комплекте с ней идет стилус. Об этом указано на коробочке. То есть он идет не в качестве бонуса, а как полноценный предмет из комплектации. Наушники-вкладыши. Здесь пакетик не очень плотно запечатан, поэтому их можно рассмотреть. Обычно вот я вам только пакетик показываю, а тут удалось и на наушники полюбоваться. Зарядное устройство для аккумулятора консоли с разъемом мини-USB. И отдельно кабель USB-мини-USB для подключения IQ Android Advance к компьютеру. И также композитный аудио-видеокабель для подключения консоли к телевизору. Разумеется, здесь же вы найдете руководство пользователя и гарантийный талон. IQ Android Advance управляется операционной системой Android версии 2.3. Диагональ экрана 4,3 дюйма. Экран резистивный, он не поддерживает мультитач, отзывается на прикосновение пальца и стилуса. Слева от экрана расположены два джойстика, цифровой и аналоговый. Их можно применять в играх для классических эмуляторов и в навигации по меню. Также здесь слева присутствуют два индикатора. Индикатор питания и индикатор зарядки. Индикатор питания зеленым цветом горит, а зарядки красным. Справа расположены кнопки выбора действия. Они промаркированы в традициях PlayStation, треугольник, круг, крест и квадрат. Под ними кнопка возврата к предыдущему экрану, кнопка меню, селект и старт. На верхнем торце слева и справа расположены кнопочки шифты прозрачные. Их также можно использовать для перелистывания рабочих столов и в играх под эмулятором. Между ними имеется аудио-видео выход для подключения консоли к телевизору, разъем мини-USB, с помощью которого можно зарядить аккумулятор консоли и подключить ее к компьютеру для обмена данными. Также аудио выход для подключения наушников. Наушники можно использовать не только те, которые лежат в комплекте, но и любые со штекером 3,5 мм. Также наверху имеется регулятор уровня громкости, кнопочки минус и плюс. На нижнем торце консоли посередине находится кнопка включения-выключения. Слева от нее слот для карты памяти. Встроенная память IQ Android Advance 4 ГБ. Карты формата microSD или microSD-HC поддерживаются объемом до 32 ГБ. Справа имеется отверстие. С его помощью можно, воспользовавшись каким-нибудь острым предметом, перезагрузить консоль в случае ее зависания. Также это отверстие прикрывает встроенный микрофон консоли. Обычно не принято говорить о том, чего нет, но первые модели, первые клоны GXDS601 поставлялись с ползунком Hold, который служил для блокировки кнопок. Как видите, в IQ Android Advance, простите, я оговорилась, этого ползунка нет. Но могу вам сказать, что сейчас на консолях подобного типа, а именно с магией iOS Марте Android A480 и GXQNET, этот ползунок, либо отсутствует, либо, если он даже есть, то кнопки он не блокирует. Поэтому, думаю, что вы не должны огорчаться от его отсутствия. И на задней поверхности консоли имеется один динамик и цифровая камера. Разрешение камеры 0,3 Мп. Несмотря на то, что конкуренты GXQNET и SMAGIA Smart A480 в технических характеристиках указывают, что разрешение камеры 5 Мп или 1,3 Мп, на самом деле камера там установлена точно такая же, 0,3 Мп. Поэтому в этом смысле IQ Android Advance тоже от них ничем не отличается, хотя бы скромно умалчивает о разрешении камеры. Главное меню консоли состоит из 7 рабочих столов. Листать их можно как пальцем, так и с помощью шифтов, как я вам уже показывала. В нижней части находится быстрый доступ к меню приложений, к видео, к музыкальному плееру, к интернет-браузеру, к просмотру фотографий, изображений и к цифровой камере. Стилус. Можно снимать фото и видео и смотреть сразу отснятый материал. На первом рабочем столе расположены эмуляторы классических консолей. Здесь можно поиграть в игры от Denzi, Sega, Nintendo 64 и Game Boy Advance. На втором рабочем столе расположен эмулятор аркадных классических игровых автоматов и эмулятор PlayStation 1, а также уже две игры под операционную систему Android, AeroTack и Angry Birds в космосе. Далее еще четыре игры под Android, еще четыре игры под Android, еще четыре игры под Android. И уже на шестом рабочем столе появляются приложения YouTube, Twitter, Skype, ICQ, два приложения для работы с текстовыми документами и книга-читалка. Для управления в играх под операционную систему Android можно пользоваться как сенсорным экраном, так и встроенными датчиками положения G-Sensor. Мы сейчас посмотрим с вами знаменитую игру Angry Birds, на этот раз «Птица в космосе». А затем я вам покажу гонки, которые управляются с помощью G-Sensor. Все приложения находятся в памяти консоли и требуют иногда установки. Занимает это, как вы видели, буквально считанные секунды. Злые птицы непобедимы даже в космосе. Для того, чтобы выйти из игры, нажимаем кнопочку возврата несколько раз и затем подтверждаем свое решение о том, что игра будет покинута. Мы переходим в главное меню. Для демонстрации работы G-Sensor я вам покажу гонки на катерах. Если установленных игр и приложений под операционную систему Android вам кажется не очень много, вы сможете расширить их количество с помощью Google Play Маркета. Благодаря тому, что в IQ Android Advance установлен Wi-Fi модуль, можно прямо с него зайти в интернет и скачать себе игры. включать положение в программу Where the Вот так и выглядит игра, которая управляется с помощью G-сенсора. Отсутствие мультитач не является критичным для IQ Android Advance, поскольку в консоли установлено приложение K-мэппинг. Благодаря этому приложению вы можете переназначить сенсорное управление на аппаратные кнопки. Сейчас я покажу вам, как это делается. В принципе, ничего сложного нет. И в меню приложения, в самом K-мэппинг, очень подробно описывается порядок действий. Для того, чтобы переназначить сенсорное управление на аппаратное, вам нужно в процессе игры зажать две кнопки Select и Start. Сейчас игра начнется, и мы это сделаем. То есть вот две кнопочки одновременно нажимаются, и мы выбираем крестовину для управления слева и кнопочки X и Y для управления. А затем нажимаем Save and Hide. И теперь у меня квадрат и треугольник используются для выбора направления. И вверх и вниз кнопки. Единственное, что по окончанию игры я бы все-таки рекомендовала убрать управление с кнопок. Для этого снова нажать кнопочки Select и Start одновременно и нажать Clean and Close. Теперь я предлагаю ознакомиться вам с работой эмуляторов, предустановленных в IQ Android Advance. Изначально в консоль было записано 24 игры для Dendy, 32 игры для Sega, 30 игр Game Boy Advance и 1 игра для PlayStation 1, а также 12 игр для аркадных игровых автоматов. Но мы решили, что поскольку IQ Android Advance является копией из магии iOS Mart Android A480 и XEQ Net, то и набор игр в этих консолях должен быть одинаковый. Поэтому для своих покупателей мы закачали практически тысячу игр под эмуляторы классических платформ. Теперь наборы во всех трех приставках абсолютно одинаковые. Для того, чтобы сохраниться в любом месте игры, покинуть ее или произвести какие-либо настройки, в процессе игры необходимо нажать кнопку меню. И появляется вот такое контекстное меню, загрузка, сохранение. Ну, я думаю, что здесь все по-русски и все понятно. И выход. Выходим. Теперь посмотрим работу эмулятора Sega Mega Drive. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В этой игре довольно-таки интересный сюжет, поэтому вот такие длинные достаточно заставки для того, чтобы вы знали, чем обоснованы действия водопроводчика. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тоже списочек игр мы немножечко расширили... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Эмулятор аркадных игровых автоматов. Характерной особенностью игр под автоматы является то, что периодически вас просят бросить монетку в начале игры. Обычно для этих целей используется кнопка Select. Вы ее нажимаете и создается эффект того, что монетка уже заброшена. С помощью нажатия кнопки Menu можно настроить управление в игре и изменить настройки изображения и звука. Но сохраниться здесь невозможно. Такая особенность эмулятора. Теперь посмотрим, как работает эмулятор PlayStation 1. Изначально в памяти консоли была установлена всего одна игра, Pandemonium. Мы закачали сюда наиболее популярную игру Crash Bandicoot, вторую часть. Не буду скрывать, что на моделях-клонах GZ-S601 игры от PlayStation 1 воспроизводятся с незначительными искажениями звука. Практически всем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и скорость в игре тоже, на мой взгляд, несколько замедленная. Выходим из эмулятора PlayStation 1 и хочу вам показать еще один эмулятор. Изначально он не предустановлен в консоли, мы закачали его самостоятельно. Найти его можно через меню приложения, называется он Snesoid. Это эмулятор игр от Super Nintendo. Super Nintendo это конкурент Sega Mega Drive 2. Игры также 16-битные, но на другой платформе они выпускались. Для того, чтобы игры заработали, которые мы закачали в память консоли, нужно указать к ним путь. Делается это несложно. MNT, Flash, ROMS и SNES ROMS. В память IQ Android Advanced мы закачали русские версии, их всего 15. И несколько сотен игр на английском языке. Они расположены в алфавитном порядке. Вот так вот выглядит Aladin на Super Nintendo. У вас будет как раз возможность сравнить игра 1993 года. Как видите, изначально на сенсорный экран выведена виртуальная клавиатура, но на мой вкус так играть не очень удобно, непривычно. И поэтому я бы хотела перевести управление на аппаратные кнопки. Для этого нажимаю кнопочку меню, выбираю сеттинг и input setting, то есть настройки ввода. Убираю галочки с виртуальной клавиатуры и выбираю кеймэппинг, назначаю кнопки аппаратные. Вверх, вниз, влево, вправо, вверх и влево, вверх и вправо, вниз, влево, вниз, вправо. Select, Start, кнопка B, я назначу так, как мне будет удобно. Кнопка X и кнопка Y, левый триггер и правый триггер. Теперь возвращаемся в игру. И вот теперь можно пробовать кидаться яблоками с помощью кнопок. Вот так вот где-то Aladin на Super Nintendo. В видеообзорах в первую очередь я всегда знакомлю вас с играми на игровых консолях, но поскольку они мультимедийные, на них можно смотреть и видео, слушать музыку. Цифровую камеру мы с вами уже посмотрели. С помощью приложения Devout изображение можно выводить на экран телевизора. И музыкальный плеер, доступ к нему. Непосредственно этот музыкальный плеер не сможет воспроизводить музыку с карты памяти. В общем списке приложений можно найти приложение Play Market. Воспользоваться им можно, выйдя в интернет с помощью Wi-Fi модуля. Заходим в настройки, выбираем раздел «Беспроводные сети» и ставим галочку напротив Wi-Fi. Вот нашелся наша точка доступа, Ириновский. Так она называется. И вам необходимо ввести пароль. Чтобы можно было ввести пароль, вам все-таки необходимы в первую очередь английские буквы. Поэтому все в тех же настройках нужно язык и клавиатуру пункт выбрать и в клавиатуре Android выбрать языки ввода. У вас должна стоять галочка на English United States и на вашем родном языке русский. Вот теперь можно вводить пароль. Вот клавиатура английская. Если понадобится русская, можно вот так вот поменять ее на русскую. В разделе настройки есть еще один немаловажный пункт. Называется он «Восстановление и сброс». И вот здесь внизу экрана есть такой подпунктик «Сброс настроек». Под ним написано «Возврат к заводским настройкам и удаление всех данных из памяти устройства». Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Выбрав «Сброс настроек», все игры под эмуляторы, сами эмуляторы, Angry Birds и Ижи с ними сотрутся навеки вечные. И что уж говорить, если взрослые в комментариях пишут, что они случайно стерли все содержимое консоли, то что уж говорить о детях. Поэтому я настоятельно вам рекомендую подключить консоль к своему компьютеру. И если у вас есть 4 гигабайта свободной памяти, то скачать все содержимое устройства, сделать резервную копию себе на компьютер, потому что в случае непроизвольного стирания вы сможете все таким образом восстановить, скачав обратно. В заключении я хотела бы сказать, что приставка IQ Android Advance является фактически аналогом моделей с маги iOS Mart и Android A480 и XeQ Net. Но выпускается, в отличие от них, не только в черном, но еще и в таком красивом, ярком синим корпусе, на котором абсолютно незаметны на отпечатке пальцев. В комплект она включает стилус, как обязательный аксессуар. Являет собой отличное сочетание цены, качества и функционала. Но все-таки не обладает какими-либо уникальными возможностями, которые отличали бы ее от конкурентов. Я желаю всем приятной игры и хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...